Я бродил по всем еще рим, по полям, лугам, лесам, и об этом написать вам, вот решил как видеть сам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня всегда лесничество, это было что-то такое романтическое. И я всегда представлял себе лесника, это такого огромного мужика совершенно. С бородой. Да, с бородой. У него на бороде еще листья, вот. И он такой, огромные руки совершенно, ходит такой по лесу, значит, и как где-то мозаи зайцев собирает. Это правда, это близко к правде, или это не совсем так? Ну, по телевизору я видел одного такого товарища. Ну, не с нашего Шатурского края. Хотя один круг такой у нас, два метра ростом, Кривандина, по-моему. Так его и звали, его фамилия, допустим, там вот такая-то, а его звали Леня Длинный. И все, Леня Длинный, все знают, Леня Длинный, значит, вот этот вот. Даже по фамилии не называют. Ну, романтика романтикой, а самое основное, это любовь, конечно, к лесу. Любовь к своему делу. Никто бы не пошел учиться в лесах, если бы не имел тяги к этому, если бы не любил природу родного края, не любил лес. Люблю мещорские просторы, я вижу новые явления, здесь не пропал москорный труд и дар к поездке стремления. Все мещоры здесь краса, это козыгнесский коса, на косе прибрежнейшей был я сеним наш Сергей. Ручки трубки деревень, не в один прошел он день, я купался, наслаждался, на песочке загорал. Он о прелести мещоры очень много написал. Белизка у меня большая будет. Бутылку слышно, не видишь, где едут. Трамвом там слышно. Трамвом, здравствуй. Чем воду берутся? Садятся, садятся. Немного толкнули туда. Чуть еще. Вот та лодка побольше. Водоизмещение-то какое? Эта? Да. Ну, она неустойчивая? Неудобная. Неустойчивая? А в ветер, в ней вообще не уедешь один. А эта куда хочешь. А, да. Я когда закончил институт, и пришел сюда на какой-то короткий, ну, как сказать. Нет, Дмитрий Иванович, институт-то это самое, не после института я у тебя принимал дело-то. Не после института. Это, наверное, на каникулах я был. Может быть. Ты не знаешь. А уж когда институт я закончил, я тогда дело принимал у этого самого, у Биткова, Алексея. А вот как раз это было... А Битков, это, его сняли по пьянке. Вот. И Битков, когда вот работал, я вот у него и принимал дело. А у тебя как раз это было, когда я был, наверное, на третьем, на четвертом курсе, проходил практику здесь. Точно. Практику проходил. Да. Правонарушители были и, собственно говоря, ловили их. Был в 11-м году пожар у нас в районе 15-го квартала за Чарустями, поселок Струя. Вот там поймали поджигателя. Поджог лес и на площади 11 гектаров у нас территория прогорела. Кошмар какой. Кошмар. И вот этого чудака, мягко говоря, поймали там наши лесники. Поймать, поймали его. Вызвали милицию. Милиция уезла его в опорный пункт. Там пробили по данным его, кто он такой. А он, судя по всему, не все дома, не все в порядке. Уголовного дела на него заводить не стали, потому как он... Полностью признал, не стали заводить уголовного дела, потому что он состоит на учете. Вот такой в голову человеку в брело поджег лес. Лес хороший какой. Хвойный сосновый лес. Так вот посмотришь, сколько тут грибов, сколько тут ягод всяких разных. Думаешь, это же все бесплатно. Это вот приходи и пользуйся природой. Ну, пользуйся именно так, чтобы после тебя все осталось. Не пожар какой-то, не пепелище. Вот за этой красотой, вот он, Дмитрий Иванович, сколько тут лесного хозяйства отслужил. И я вот продолжаю служить. Утомлен был дорогой я, постели бы прильнуть. Не лег их в путь, и конь мой стар, и я хотел заснуть. Ты не страшись, здесь нет медведя, нет и львов. Тебя завел сюда впервые, поедь, мещеный киселев. Тебя завел сюда впервые, поедь, мещеный киселев. Тебя завел сюда впервые, поедь, мещеный киселев. У меня, правда, такой страсти нет, так, чтобы ходить с ружьем, по лесу, стрелять, убивать. Нет такого даже вот в душе. Вот с фотоаппаратом я пойду, с кинокамерой я пойду, с биноклем я пойду, увижу на каком-то расстоянии, на каком-то удалении оленя. Вот это вот, да, вот это вот красота. Такует глухарь, вдали такует глухарь. А здесь в деревне на рассвете кричит петух. И вот я и одного слышу, и другого слышу. И думаю, вот перекличка. Дикого петуха и домашнего петуха. В последние годы, когда вспышка была вот этого края-то типографа, мы что-то даже краем уха думали, что не диверсия какая, что его завесли в таком количестве сюда к нам в Россию. А оказывается, в дикой природе, там что? На ослабленную осыпь, всегда на ослабленную осыпь, кто-то нападает. И вот эта елка, в десятом году сухая погода была, елке не хватало влаги, и она ослабла. Биологическая, как говорится, ее жизненная способность была вот такой вот на грани. И вот на эту ослабленную елку, края-то типограф напал. Именно поэтому и произошла вот такая вспышка массового размножения. А он вот этот края-то дает две, а то и даже и больше, генерации в сезон, в лето. И вот такие вот елки широкомасштабно он ее охватил в Подмосковье. А здесь обычное рабочее место. Перед тобой карта всего нашего лесничества. 23 тысячи гектаров, окрашенная по породу. И мысленно представляешь, что где сейчас может быть. Где литровал, где бурелон, где так называемый убор, этот самый. Кровец-типограф наш подничал, куда нужно поехать. Вот по этому плану, по этому маршруту. А вот эта минполоса вот она пошла. Прям по просечной просеке ее пропахали. Все, теперь этот просек долго не зарастет, не потеряется долго. А вот это вот, при течении квартальной сети, здесь ставим квартальный столб. Надписи на квартальных столбах дают возможность ориентироваться, где север, где юг. Знаете, как на север-юг определить, здесь вот, по надписям? А как? Вот, квартальная сеть, ой, рыжик, наверное, что ли. По-моему, рыжик, да? Рыжик, точно. Рыжик, рыжик. Рыжик. Ну, к сожалению, он встретился нам поздно. Что это сделать? Вот, квартальная сеть, как распределяется? С запада на восток, вот на карте, и с севера на юг, по мере продвижения, с севера на юг. В общем, так же и подписывается квартальный столб. Там, где северная сторона, там числа меньше. Первый, второй, а дальше третий, четвертый. Вот, вот, суммарное число вот этих вот цифр, минимальное, если оно минимальное, это север. Максимальное число, юг. Так вот ориентируется. Чайку хорошо горячего попить, когда из леса пришел, намерзся, работал там, вот-вот он, да, надышался свежим воздухом, а потом к чаю поближе к печке. Вот, класс. И невольно вспоминаешь там, все, что в лесу было, все, что в лесу видел, за чашкой чая. Субтитры подогнал «Симон»! Королев приехал ко мне по записке, засекреченном, и три молодых, а я его рассекретил. Нищим был, дом отбирали, и народ меня выкормил. И я ему расплачивался стихами, и получал аплодисменты только. И в 98-м году, мне 72 года было, я завалил Шатуру рукописи, а в 99-м первая книга «Моя Мещера». Вот она, вот тут же я, тут пишут, я полет, я все, вот в этой книге. Вот мой отец молодой был. Вот, а это брат полковник, 92 года прожил, скончался. А это я люблю, это, и внучка, правнучка. Иначе месяц не подойдут, не продержишься. Да? Вода горькие, низких воронные. Межбольших Мещерских плюс. Вася Кушкин здесь же рос. Был он егерь, был рыбак, и притом такой чудак. Он, согласно рыбных правил, на моторке на заре, сел в голову, еще и шарил. Вот, да. Надо сделать рыбий бартер. На моторке между дел, в Черкасово полетел. Примечал рыбу на водку, полтора раза залил в глотку. Остальное бардачок, сидит как дурачок. Мышля ему пришла не сразу, ехать же ему на базу. Все, он ночью проплутал, и на базу не попал. А этот остров у нас в Маше. А попал он на Маше, и давай там все по всей. Он нажал моторный стартер, забросил мотор и картер. А при чем тут стартер-картер? Виноват во всем бартер. Я вот сейчас, уже душа болит меня природе. То, что я видел, и то, что вижу. Все нарушилось. Все нарушилось. Два друга в поехоте морской. Один паренек был калужский, другой паренек костромской. Один паренек был калужский, другой паренек костромской. А так глухолеты мы видим на дороге. На дороге видим в такое осеннее время, сентябрьское, при солнечной погоде хорошей. Они по дороге бегают, собирают вот этот вот крупнозернистый песок. Им необходимо на зиму, чтобы грубую пищу, а не хвоё питается. Ягод нет, ничего больше нет. Коё питается только в длинное время. А эту грубую пищу, забо вот этими камушками перетирать. Вот так вот выживает, так он приспособился. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»